Друзья, приветствую всех на канале, с вами Морлохира и в сегодняшнем ролике вместе с вами затронем ту самую тему Танкофонда, которая в данный момент в нашей игре уже на протяжении нескольких дней стартовала. И конечно, хотелось бы поговорить о том самом антирекорде, который уже на данный момент, как по мне, установлен. Поэтому в свою очередь обязательно не забывайте видеоролик поддерживать активность в виде пальчика вверх, делите своими комментариями. Ну и конечно же, не забывайте подписываться и прожимайте колокольчики. Напоминаю о том, что на канале проходит розыгрыш по моему личному тегу создателя контента, а именно Immortal. Привязывайте на стройках аккаунта и участвуйте в розыгрыше на большое количество кристалликов, а именно 2 миллиона. Ну и помимо кристалликов вместе с вами разыгрываем 10 тысяч Танкоина. Вся подробная информация есть на нашем сервере в Дискорде, присняйтесь, ознакомливайтесь. Ну и также не забывайте заполнять ту самую форму, которая есть в описании под этим роликом. Но я вам, друзья, желаю успехов и побед. Ну и давайте, наверное, перемещаться к нашему сайту Танкофонда, в котором мы вместе с вами уже можем наблюдать как раз-таки ту самую статистику, которая, к сожалению, как вы многие понимаете, не радует ни одного из наших игроков, которые как участвуют и тех, кто, возможно, в ожидании нужного уровня, дабы приобрести спецприложение, спецприложение, которое, честно говоря, чем больше вы ждете, тем хуже делаете только сами себе. У нас получает цифра 4 миллиона 731 тысяча в Танкофонде. В данный момент это уже прошло ровно 2 дня с момента старта Танкофонда. Количество победителей равно 591. Это на данный момент, но еще, конечно, как вы понимаете, целый месяц практически, на протяжении которого поменяется еще количество победителей только в большую сторону. То есть это те ребята, которые заберут себе Танкоины еще обратно, получается 7 тысяч. То есть потратили тысячу и имеют небольшой шанс, вернут Танкоины себе обратно. В моем случае, честно говоря, в последние разы не везло, но я в этом Танкофонде даже принял участие, как вы знаете, с последнего нашего видеоролика, купив как раз-таки целых 2 спецприложения. В моем случае я только лишь не купил самое большое, которое 250 ультра-контейнеров себе вмещает. И также эффекты тех самых выстрелов на пушке. А вот средний пак, я так понимаю, что можно даже несколько раз приобретать. Это даже, наверное, выгодно в какой-то степени. Но с другой стороны, наверное, уже проще взять сразу с контейнерами и в большом количестве. Но все зависит, наверное, от того, насколько у вас много Танкоинов. И, кстати, самое интересное, что краски-то добавляться на аккаунт уже не будут. Те, кто уже приобрел пак, конечно, второй раз краски не получат за те самые кланы, которые будут уже находиться в топ-8. Давайте, в свою очередь, как раз я примерю и с вами поделюсь о внешней составляющей, потому что в предыдущем видеоролике я об этом совсем забыл и не сделал. Заодно будет, может быть, кому интересно взглянуть на те самые краски. Но это не самая, конечно, главная наша тема сегодняшнего разговора. Обязательно, в свою очередь, вернусь к той самой главной теме, а именно антирекорд данного Танкофонда. Если же мы как раз-таки берем в учет те самые Танкофонды, которые проходили именно в этом году, потому что в этом году, как вы знаете, было несколько Танкофондов, а именно два подряд. Сейчас как раз на ваш экран выведу ту самую статистику с предыдущих наших Танкофондах. Вы, кстати, сейчас можете на экране видеть наших победителей, которые на нашем последнем стримчике выиграли кристаллики. Проходил, как вы знаете, розыгрыш на миллион кристалликов, и вы могли как раз поучаствовать и выиграть себе кристаллы. Но опять же, возвращаемся к нашему Танкофонду. У нас проходил, получается, первый из Танкофондов в преддверии того самого дня рождения Танков Онлайн, которым, по-моему, частично даже игрокам выдавали компенсацию, в чем я не уверен, возможно, в комментариях обязательно подскажете. Это был даже не киберспортивный Танкофонд, которому мы с вами набрали 40 миллионов Танкоинов, даже практически 41 миллион общими усилиями мы смогли достигнуть. Тогда было 20 уровней, как я ранее говорил, поэтому, конечно, в этом случае игроки были замотивированы. Если же мы уже затрагиваем Танкофонд, который был у нас, получается, киберспортивный, опять же, в котором было 50 уровней, в котором было много красок, то сейчас мы можем с вами как раз-таки сравнить ту статистику, которая была в том Танкофонде за первый же день, то есть начался Танкофонд наш 19 числа с рестарта, сосисика чуть-чуть позже начала появляться у нашем Танкофонде. И вот если за как раз сутки, то есть 20 число с рестартом уже второго дня, у нас было целых 7 миллионов 200 тысяч в Танкофонде. То есть за один день мы там уже вместе с вами имели практически шестую часть Танкофонда, ну седьмую. И это вы должны понимать, что игроки уже перед этим потратили свои Танкоины и поучаствовали в предыдущем Танкофонде. Клянем на статистику того самого Танкофонда, который в данный момент проходит. Это 4 миллиона 731 тысяча Танкоинов Танкофонде уже спустя 2 дня. То есть тут за 2 дня мы вместе с вами в Танкофонде имеем цифру меньшую в полтора раза, нежели там за сутки. То есть вы увидите, насколько это колоссальнейшая разница. То есть этот Танкофон бьет пока что антирекорд по нашим Танкофонам, которые проходили как раз в этом году. И что же это значит? То, что игроки пока что очень побаиваются остаться вовсе без наград. И конечно, как ни странно, многие не приобретают. Потому что, как вы видите, на начальных уровнях награды не самые весомые. То есть если уже проходить Танкофон, то, конечно, желательно до самого конца. Поскольку разработчики понимают то, что игроки в большинстве случаев трясутся за свои Танкоины. И конечно, в таком случае разработчикам проще вот таким образом, как в нашем Танкофонде в данный момент происходит, поступить так, чтобы игроки, которые имеют Танкоины, которые не приживают за свои награды, покупали Танкофонды и, конечно, тем самым оставались возможны без ничего. Может быть часть из них вернет себе Танкоины и получат некоторые награды, которые не являются весомыми за ту стоимость, которую мы отдаем. А те игроки, которые попросту не тратят Танкоины и надеются, что кто-то за них, а кто-то за них это очень маленькое количество игроков, которые готовы в первый же день покупать, набьют за них Танкофонды, вовсе остаются без наград. То есть игроки сами же себе, тем самым не приобретая Танкофонды, делают только хуже. Если бы игроки объединялись в первый же день, все покупали, не боялись, то, как вы понимаете, все шансы были бы добраться до самого конца. И не забывайте то, что в Танкофонде у нас есть еще дополнительный миллион Танкоинов. То есть даже тут не надо набирать все 50 уровней. То есть 5 миллионов халявных Танкофонде у нас есть Танкоинов. То есть 40, лишь 5 уровней нужно достигнуть. Вы знаете, что у нас есть Танкофонды, в которых мы даже достигали вместе с вами, по-моему, 60 миллионов. То есть тут уже идет акцент на то, что разработчики, понимая, что игроки пытаются цепляться за награды, а на начальных уровнях их очень мало, попросту не будут приобретать, и тем самым только делают хуже себе и всем остальным участникам Танкофонда. Ну и, как ранее говорил, конечно, если просто игроки не боялись, объединялись, могли как-то сплотиться, тем самым, конечно, купив каждый по предложению одного лишь за тысячу Танкоинов, которые, как по мне, это не настолько много, чтобы как раз из-за них сильно, возможно, переживать. Но в любом случае, я думаю, что можно понять игроков, которых не так много Танкоинов, которые играют, к тому же, без доната вовсе, и, возможно, последние несколько месяцев копили как раз-таки на Танкофонда, а пока что вовсе побаиваются его братья, конечно. По итогу такая ситуация и выходит. То, что Танкофонд не ставит новые рекорды, ставит новые антирекорды, когда Танкофонд с каждым разом все хуже и хуже, потому что один раз, достигнув лишь 50 уровней вместе с вами, в том самом Танкофонде, игроки бы дальше продолжали без всяких переживаний брать Танкофонд и участвовать. И мы бы каждый раз вместе с вами, друзья, получали просто сотни контейнеров, десятки недельных контейнеров, из которых еще и Танкоины возвращаются обратно, устройства, скин-контейнеры, из которых 2000 Танкоинов еще вернется обратно, потому что их целых две штуки, по крайней мере, в моем случае, потому что я имею уже все скины, те же скины, да, монокраски, которые уже в большинстве случаев в своем были, но, как минимум, это дополнительные награды, на которые, как по мне, но не стоит обращать внимание, особенно если мы стремимся с вами дойти до самого конца. Новый, ситуация располагает по-иному, и, конечно, игроки вовсе перестают участвовать, и, конечно, в таком случае надеются на какие-нибудь крутые награды, но, как ни странно, как мне, так и другим нашим участникам даже не стоит. То есть, если вы задаетесь вопросом, стоит ли вам покупать то самое предложение, я, наверное, бы уже в данный момент подумал о том, чтобы эти Танкоины потратить на что-то более стоящее, потому что, смотря на эти цифры, которые у нас были в прошлый раз, даже не в самом удачном Танкофонде, то они были в чуть ли не в два раза лучше, нежели сейчас. То есть, с такой статистикой мы с вами доберемся, ну, наверное, так максимум до какого-нибудь 15 уровня, но если прям повезет, то до 20, а это прям совсем ни о чем. Поэтому, друзья, делите своими комментариями, что вы об этом думаете, как раз в нашем антирекорде в этом Танкофонде. Как я ранее говорил, конечно, все решает, насколько игроки готовы вместе сплотиться и дойти, возможно, до самого конца, потому что, с другой стороны, разработчики, понимая, что игроки довольно просто проходят тех самых 20 уровней, на которых куча устройств, на которых куча скин-контейнеров, дополнительных наград. Конечно, постоянно отдавать игрокам столько призов за столь символическую стоимость, как по мне, за 1000 Танкоинов, это реально безумная халява. Поэтому разработчики ставят уже новые цели перед игроками в плане количества уровней, ну и, конечно, сложности в плане прохождения. Но и вместе с этим возрастает количество тех самых полученных вами наград и остальных предметов из этого Танкофонда. И если игроки сами не задумаются о том, чтобы как раз-таки сплотиться и дойти до самого конца все вместе, то, конечно, ожидать от дальнейших Танкофондов ничего не стоит, как и от этого, который в данный момент уже, я считаю, как ранее говорил, и не раз максимально провалился в первые же дни. И в дальнейшем не стоит ожидать, что какой-то появится мега-вспресс, когда мы достигнем какого-то определенного уровня. И в последующем Танкофонде будет все хуже и хуже результат, пока игроки не примут тот самый вызов, дабы его пройти полностью и получить все имеющиеся награды. Поэтому будет интересно прочитать ваши комментарии, обязательно не забывайте видеоролики, поддерживать активность в виде пальчиками. Также, в свою очередь, не забывайте о том, что вы можете поддержать канал, став спонсором того или иного уровня, по вашему желанию. Ну и, конечно, тем самым получить дополнительные бонусы в том или ином виде, о которых вы можете ознакомиться по ссылочке в описании. Ну и, конечно, тем самым мотивировать меня на новые ролики по танкам онлайн. Заодно, если были впервые на канале, подписывайтесь и прожимайте колокольчики. Ну а с вами был Immortal Hero. Желаю всем хорошего дня. Ну и до скорых встреч.